сегодня здесь моя драгоценная супруга леночка я так благодарен господу за эту чудесную помощницу это самый большой мой критик самый большой мой раздражитель и самая великая большая сильная помощь от господа это просто потрясающе насколько бог ведет и направляет нас вот вместе мы проходили очень разные времена трудные сложные и все время она была верна и была рядом и на сегодняшний день я так благодарен господу потому что мы наконец-то за 30 чем-то лет сколько мы вместе 33 34 года 33 года мы вместе наконец-то я научился вот этому сладчайшему чувству гармонии вместе с ней кто-то скажешь неужели так долго нет у нас была масса радостных моментов жизни масса сложных моментов жизни вот мне кажется наконец-то я стал ощущать это потрясающий гармонии господи сколько же потребовалось времени чтобы наконец-то понимать что это ты дал мне помощница не для того чтобы она противоречила каждому слову а потому что она хочет чтобы мы достигали совершенства жены хотят чтобы их мужья были самыми лучшими и поэтому они бывают настолько критичными к нам а нам же хочется чтобы ублажали каждую секунду времени и вот я очень благодарен богу что леночка она не такой человек который сдается так вот смирненько и просто позволяет все что я муж хочу ей говорить и так смирен нет она спорит но мать и вот это самое главное то что видит господь поэтому иногда когда нас судят люди бог не судит почему он видит мать и и вот зная этот мотив он с нами разбирается и наконец-то я понял что у нее всегда во все сложные моменты когда казалось бы мне так казалось противоречило на самом деле мотив был чтобы я был лучшим аллилуйя поэтому я очень благодарен теленочка что ты сегодня со мной и потом под конец бог даст мы подарим еще и песню которую мы споем вместе а сейчас я хочу поделиться с вами словом божиим сегодняшнюю проповедь я назвал удержаться на вершине вчера комментируя у нас было двух трех двух трех дневная конференция то есть но это был такой выезд посвященный дарам духа и олег васильевич сказал такую важную фразу запала ко мне в сердце сказал дары помогаете подняться на вершину но удержаться на вершине помогает характер поэтому этому я посвящаю сегодня мою проповедь и я ее так и назвал удержаться на вершине местописание которое я хотел бы вам прочитать это из послания иакова я наверно прочитаю первые два стиха из первой главы иаков раб бога и господа иисуса христа двенадцати коленом находящимся в рассеянию радоваться с великой радостью принимайте братья мои когда впадаете в различные искушения зная что испытание вашей веры производит терпение терпение же должно иметь совершенное действие чтобы вы были совершенны во всякой полноте без всякого недостатка мотив сердца иакова он очень похож на мотив когда жена спорит со своим мужем и мотив у господа когда мы попадаем в разные испытания он тоже похожий он хочет чтобы мы были на вершине и чтобы были совершены и без всякого недостатка и когда мы проходим всякого рода трудные ситуации в нашей жизни мотив у господа мы можем кричать мы можем возмущаться мы можем задавать всякие вопросы почему я здесь оказался господи где ты в моей жизни мы проходим испытания и я заметил очень часто когда мы проходим подобные ситуации в нашей жизни мы задаем богу вопросы мы кричим и возмущаемся бог молчит у нас был целый выезд посвящен тому чтобы научиться все больше и лучше различать господа как он говорит в нашу жизнь что он говорит нашу жизнь в какие моменты горит нашей жизни но когда мы проходим испытания очень часто бог молчит молчит он потому что у него есть цель чтобы мы прошли испытания это своего рода экзамен я недавно слышал фразу от одного служителя ольги дмитриевна и голикова и она сказала что когда мы проходим экзамен учитель молчит почему нам нужно сдать экзамен и на экзамене отсутствуют подсказки поэтому бог как учитель когда мы проходим свой экзамен проходим свои испытания он очень часто молчит в этот момент мы даже если хотим услышать подсказку мою почему-то не слышим почему мы проходим свой экзамен и проходим свою ситуацию ситуацию, которую нам надо сдать, поэтому он молчит, но мотив, он хочет, чтобы мы достигли вершины и чтобы мы стали совершены во всей полноте и без всякого недостатка, поэтому Яков, он говорит, но вначале он просто говорит радоваться, это такое обычное приветствие, мы его часто встречаем в Писании, но он не просто дает приветственное слово радоваться, он хочет подчеркнуть, что именно он имел ввиду и к этому приветствию он добавляет всегда радуйтесь, когда вы впадаете в различные искушения, так удивительно, и вот сегодня я хочу говорить об этом, о формировании нашего характера, что такое вершина, вот для меня вершина, я считаю, что ну я пока не на вершине, почему, потому что вершина, как говорит Писание, это почесть высшего звания во Христе Иисусе, почесть высшего звания во Христе Иисусе, Павел говорит, вот к чему я стремлюсь, я стремлюсь к цели, у меня есть цель, почесть высшего звания во Христе Иисусе, то есть есть полнота веры, Писание говорит, из веры в веру мы переходим, да, есть полнота, можно иметь всю веру, есть момент, когда мы проходим наши жизненные испытания и мы можем достигнуть полноты наследства писание дает также вот такой критерий он будет полнота наследства их бог хочет чтобы мы все что нам приготовлены небеса чтобы мы не потерпели урон потому что мы также читаю что кто-то терпит урон и спасается все таки спасается но так как бы из огня написано то есть спасение как бы из огня то есть человек теряет то что мог бы иметь из-за того что проходя свои трудные испытания экзамены так называемые на земле оказался недостоин но бог хочет чтобы была полнота наследства также писание говорит что мы переходим из силы силу и мы понимаем что сила у бога и мощнейший критерий силы мы видим через господа иисуса христа то есть все дары мы говорили о дарах духа не обо всех но насколько мы смогли за это время пройти но я лично верю что вот как вы получив однажды дар говорения на их языках можем в любой момент начать молиться на иных языках любой момент закончить точно так же мы можем иметь дар пророческий когда захотел начал когда захотел закончил потому что одну духи пророческие послушный пророком и это означает что в любой момент времени точно так же как и на языках мы можем научиться давать место духу пророческому Мы не можем говорить о том, что мы захотим, потому что это от Господа. Но когда мы захотим, и когда захотим закончить, точно так же. И я верю, что, возможно, точно так же, как Иисус. Вот Он захотел, Писание говорит, Он уже знал, что хотел сделать. Когда Он решил накормить пять тысяч пятью хлебами и запустить в действие дар чудотворения, Писание говорит, Он захотел так. То есть Он мог не захотеть и сказать, ну ладно, пусть люди пойдут в ближайшие селения. Я там был в Израиле, там не так далеко до ближайших селений моря Галилейского. А тогда, я думаю, еще ближе были ближайшие деревни, селения до моря Галилейского. Поэтому, ну это не было вот прям, что они бы по дороге сильно утомились, ну немножко бы устали. Но они были привыкшие к этому. Но Он захотел, чтобы они напитались хлебом не через то, что они пойдут себе и купят, а через то, что Он явит им чудо. То есть Он желал и запускал дар чудотворения в действие, тогда, когда хотел. И я верю, что если мы верим в Иисуса, Писание говорит, что верующие в Иисуса Христа, дела, которые я сотворю, и они сотворят их даже больше. То есть мы можем вот так же по желанию. И я помню, читая однажды это местописание, я так подумал, это похоже на то, что мы сидим, общаемся, и у нас, например, вдруг закончился, ну к примеру, там, чай или сахар, или какие-то сладости. И кто-то говорит, слушай, я пойду куплю. А ты чувствуешь, что такое общение идет. И ты не хочешь, чтобы человек отлучился. Ты понимаешь, что здесь Господь. И ты говоришь, подожди, не надо, там есть одна конфета, берешь эту конфету, преломляешь, и опа, и она размножилась. И ты так в вазу все это высыпал. И ты говоришь, нет проблем, вот, пожалуйста. Мы продолжаем общаться. То есть ты захотел так. Потому что просто тебе было важно, чтобы те, кто с тобой, они получили то, что ты хотел им дать в духе. И понимаешь, что, ну, пища тленная, это вторичная, духовная, первичная. Он захотел. И говорит, сколько у вас есть? Знаешь, что наверняка у кого-то что-то есть обязательно. Бог Отец все предусмотрел, значит, где-то что-то есть. Пять хлебов, есть две рыбы. Отлично. Не надо никому отлучаться. Вы дайте им есть. Пожалуйста, несите сюда. Рассадил их по траве. Он так захотел. И я верю, что по нашему желанию мы можем достичь вершины, когда дары Духа просто подвластны нам, верующим. И вот почесть высшего звания во Христе Иисусе, ну, я много искал в Писании. Мне была очень интересна эта тема, потому что я вижу, что она постоянно сквозит. И я думаю, что без водительства Духа Святого, без даров Духа Святого вершины не достичь. Но кроме даров, действия, помазания Духа, чтобы вот там удержаться на вершине, чтобы остаться на вершине, нужен характер. Это то, что сказал Олег Васильевич, и мне прям запало это в сердце. Я стал над этим размышлять и захотел сегодня поделиться некоторыми вещами. Из нашей жизни, которые, как я вижу, способствовали определенному формированию. Потому что, когда Павел говорит это, что достойно начальствующим пресвитерам, они приготовляют себе, вот это слово мне понравилось, приготовляют себе высшую почесть. И великое дерзновение в вере. То есть, я верю, что критерии пребывания на вершине, это там, где Иисус. Вот есть один из моментов у этой почести. Это великое дерзновение в вере. Это то же самое, что Бог говорит, что если ты научишься достигать драгоценного и изничтожного, то будешь как мои уста. А что значит быть как уста Иисуса? А это значит, ты сказал и сотворилось. Ты повелел и сделалось. Ты сказал пить их хлеба, а мы размножились. Ты захотел и пошел по воде. А вода закончилась, пошел по воздуху. Ну, то есть, ты решаешь, как должно оно действовать. И мы как-то общались здесь с братьями. Он говорит, ну, это получается что? Бог те законы, которые Он сотворил, нарушает? Ничего Он не нарушает. Бог сотворил законы, но есть еще один закон. В Писании он называется закон духа жизни. Или он еще называется закон совершенный, закон свободы. Или он еще называется закон веры. Это закон, и он высшего порядка, он выше остальных законов, которые сотворил Господь. И вот этому законы подчиняются другие законы, такие как закон тяготения, закон трения и всякие разные другие законы, которые создал Господь. Поэтому, когда вступает в силу высший закон, закон свободы, он делает нас свободными от вещественных начал мира, включая все стихии. И ты становишься выше всего этого. Почему? Потому что ты научился по вере запускать закон веры, или закон духа, или закон свободы, как он называется в Писании. Ты его постиг, Писание говорит, чтобы мы вникали в Слово, чтобы, постигнув его, мы научились действовать и были блаженны в своем действовании, потому что вникли в закон совершенный, закон свободы. Это немножко дальше Яков говорит. Поэтому, увидев этот фактор, я увидел, что достойно служившие, они себе приготовляют высшую почесть, приготовляют. То есть это процесс подготовки, и он обязательно имеет временной характер, и обязательно имеет такой фактор, как верность. То есть это не что-то такое, оп, и ты это получил. Нет, это процесс, и в процессе формирования Бог работает с нашим характером, и это суверенный процесс работы с нашим характером, который в его руке. И я думаю, это только ему подвластно возвести нас на высоты наши, для нас недосягаемые, и поставить нас на эту вершину, и благодаря формированию нашего характера нас там удержать. Поэтому, вот есть такой фактор терпения, которое должно иметь совершенное действие, чтобы мы достигли совершенства. То есть терпение нужно нам, чтобы исполнить волю Божию и получить обещанное. И поэтому Бог проводит нас через такой фактор, как искушение или испытание веры. И я хочу вам привести еще одно местописание. Здесь сегодня, это евреям 12 глава, 11 стих, написано следующее. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Важное местописание. Почему? Потому что чуть-чуть дальше апостол пишет о том, что Бог всякого сына, которого принимает, он его бьет. Вот, я проведу другую параллель. Писание также говорит, что нечестивые, они не подвергаются ударам со всеми людьми. Помните Псалом Асафа, 1772, где он пишет, я, говорит, никак не мог этого разуметь. Я, говорит, чуть не позавидовал нечестивым, потому что они до старости доживают, и они не подвергаются ударам с прочими людьми. И на работе человеческой их нет, и дети их, а Иов добавляет к этому, он почти то же самое пишет, он говорит, и дети их перед ними играют, и достигают полноты лет. Но итог, правда, многоменно сходит в преисподние. То есть, я о чем хочу сказать? Вот те, кто сыны, они подвергаются ударам. Почему? Бог бьет всякого сына, которого принимает. Для чего бьет? Мотив. У него мотив. Он хочет, чтобы мы достигли совершенства. А если написано, если вы не терпите наказание, то вы незаконные дети, а не сыны. Потому что те, кто дети, Бог их бьет. Почему? Писание говорит, для пользы. У него есть мотив. Он хочет, чтобы мы достигли совершенства. Поэтому мы проходим экзамены, мы проходим испытания. А почему он нечестивых не трогает, а они не его дети? А дьявол-то почему их не бьет? Я так об этом подумал, и дьявол, наверное, своих не бьет. Поэтому они и подвергаются ударам с прочими людьми. На работе человеческих нет. И они написаны, из-за этого гордость их обложила. Они ходят надменные, над всем издеваются. Почему? Да потому что они не проходят то, что проходят обычные люди. А почему мы-то проходим? Мотив. Бог хочет, чтобы мы достигли совершенства. Я помню, как ты общался с одним братом. Ну, хочу похвалиться Господом. А он, общаясь с нами, говорит, слушай, вот у тебя вот это качество есть, вот это качество есть. Ты где его приобрел? Я стал вспоминать, где его приобрел. Я говорю, слушай, я бы тебе не пожелал проходить через то, что я проходил, чтобы ты это приобрел. Он говорит, а почему? И я ему начинаю рассказывать. Понимаешь, говорю, я вот где это приобрел. Мы были достаточно такими, но мы не вписывались в общие рамки. И один епископ в церкви, где мы уверовали, это была Пятидесяческая церковь, нерегистрированная, с очень строгими порядками. А мы ездили с учеником Бонки, мы видели каждый день знамения чудеса, это были славные 90-е. Мы проехали более 100 городов в России, мы видели стадионы, которые бежали к покаянию, полной площади людей. И мы, когда молились за больных, люди постоянно исцелялись. Поэтому, приезжая обратно в церковь, от этих вот славных служений, на которые мы ездили, мы были свободны. Мы как-то, мы исполняли то, что от нас требовалось, но мы не были ревнителями отеческих преданий, вот этих вот жестких требований, которые были в церкви, потому что мы поняли, что Господь не в этом, благодать не в этом. Но там были те, кто прям вот, но они следили за тем, чтобы все было соблюдено. И мы относились к этому как-то так. Но мы соблюдаем, когда на нас смотрят. А когда не смотрят, не соблюдаем. Но попадаемся же. Я не буду все подробности рассказывать, но один епископ настолько сильно нас не взлюбил, вот нашу музыкальную группу, с которой мы ездили и проповедовали, что он начал строить на всяческие козни. Но главный начальствующий епископ, Иван Петрович Федотов, человек, которого я очень сильно уважаю, который 18 лет отсидел за креста, который сейчас уже с Господом, он нас защищал, потому что он видел, что с нами Дух Божий. И он не шел на поводу этого епископа. Но этот епископ, он имел очень большой авторитет и влияние, и силу. И поэтому он стал искать способы, когда вот в какой-то момент Иван Петрович поддержал нас, а не его, он стал искать способы. Мы арендовали дом. Втихаря от нас он нашел хозяина дома, нашел покупателей для этого дома. Верующую семью в Москве. Убедил их, что церковь, в которой он, это лучшая церковь, и что вот есть дом, вашу квартиру продать и в Москве купить этот дом. Все это делается в тайне. Мы знать не знаем, мы себе живем спокойно. Две многодетных семьи в этом доме. Нам хорошо. Мы там репетировали. И каждый месяц мы ездили куда-нибудь, в какой-нибудь город с проповедью Евангелия. И проповедовали Евангелие. Мы каждый день собирались, молились. У нас была такая благодатная там сфера. И вдруг в один день на улице февраль месяц минус 30 приходит этот епископ и говорит, а что вы здесь делаете? Он говорит, в смысле, что мы здесь делаем? Живем мы здесь. Он говорит, дом продан, сейчас приедут покупатели, молодая семья, вам надо срочно съехать. Время 8 часов вечера. На улице темно, минус 30. И нам надо куда-то съехать. А он дал по церкви приказ музыкантам не помогать и в домы их не принимать. Мы не на замечании, мы не отлучены, мы в служении. Но никто не шел вопреки этому епископу, чтобы не иметь проблем. Один брат в церкви, который был нам другом, он открывает свою трехкомнатную квартиру, чтобы нам помочь. И вот в этой трехкомнатной квартире мы три семьи. У нас... Сколько у нас было? Двое детей, да? У нас было двое детей на тот момент. Сейчас у нас пятеро своих, пять приемных, все повырастали. Все уже самостоятельные. С нами только двое остались. Мы так себя одиноко чувствуем. А на тот момент было всего двое. У другой семьи, которая жила с нами в одном доме, трое детей. И... А сколько было у саксофониста? Тоже трое, да? Или двое Диана? Двое тоже. И еще одного двое. И вот мы все в одной трехкомнатной квартире этого брата. И он с нами. А можно занимать только две комнаты, потому что третья комната принадлежит его неверующей сестре, которая по субботам приезжала, цокала каблучками и говорила, устроили здесь богодельную, прачечную. И приезжала туда с несколькими парнями. И они там пьянствовали. И вот в таких условиях... А это было как раз очень сложное время, когда хлеб был по талонам, когда работы не было. И когда тот евангелист, с которым мы ездили, он перестал ездить в Россию, ну так, стал гораздо реже приезжать. И мы все, что только можно было найти, как работу, мы искали, потому что, ну вот, как раз прекратилась возможность. Мы очень, ну, стали намного реже ездить. Это был переходный период. И мы музыканты, представьте, мы музыканты, профессиональные музыканты с образованием из Гнессинки. Мы, значит, мешали бетон, работали на сложной отделочной работе, таскали кирпичи и всякого рода вещи. Ну, то есть для нас, как для музыкантов, это было огромным смирением. Но не это главное. Это было время, когда еды было крайне мало, работы было крайне мало, у нас было крайне мало доходов. Мы жили в одной квартире, три семьи плюс этот брат, плюс его сестра по выходным. И вот в этой очень жесткой обстановке Бог нас учил, что такое делиться последним куском хлеба и помнить друг о друге. В этой обстановке Бог нас учил, как терпеливо относиться к детям твоего ближнего, когда они капризничают, а ты хочешь спать. В этой обстановке Бог учил нас, что если в холодильнике осталось немножко супа, то тебе надо помнить обо всех, кто придет, потому что они тоже захотят есть. В этой обстановке Бог нас учил, что значит не раздражаться, потому что это отнимает силы, а у тебя их и так крайне мало. Вот в этой обстановке Он нас учил терпение. И когда этот брат спросил меня, где ты этому научился, я говорю, слушай, я врагу не пожелаю, чтобы был в этой обстановке. Это было крайне сложно. Это было крайне трудно. Там было множество свидетельств, некоторые совершенно чудесные. Я помню, как-то раз Лена с детьми пошла гулять, я дома один, я смотрю в окно, а мы были на первом этаже, и вдруг идет к нам толпа народу. Я смотрю, ведет их один брат. И я понимаю, здесь вот по этому направлению, если он кому-то идет, то мы единственные его знакомые. Я думаю, интересно, что за толпа народа идет с ним. Звонок в дверь, они входят. Я дома один. Я, главное, пока они шли, это буквально там минута, я сразу быстренько посмотрел, потому что вижу, люди солидные идут, в пиджачках такие. Человек 10. Я сразу посмотрел, все чистенько, все нормально. Звонок, они заходят. И он говорит, это вот Роман, о котором я рассказывал. Роман, это мои друзья, они опоздали на электричку. Можно мы у тебя часик подождем, попьем чаю, и заодно ты им посвидетельствуешь, потому что я тебе рассказывал, я им рассказывал о Христе. Я думаю, вон умер. Я говорю, слушайте, ну у меня ничего, кроме кипятка нет. Они говорят, ничего страшного, у нас все с собой. И начинают свои тормозки раскрывать. Было интересное время, тогда люди, у которых были средства, они тоже иногда ездили на электричках. И они начинают все это выставлять на стол, задавать мне вопросы, я им начинаю рассказывать, а им все интересно. Я рассказываю, как я уверовал. И много вопросов о Господе Христе, а им все интересно. Они задают всякие вопросы, у кого-то там по Писанию вопросы. И мы общаемся, идет такое классное общение. Час пролетает совершенно незаметно, они выставили на стол, накрыли стол своими тормозками, и тут кто-то из них смотрит на часы, говорит, ой, нам надо срочно бежать. Я говорю, продукты заберите. Они говорят, нам некогда, пусть это останется ванна. Вскакивают и уходят моментально. Полностью накрытый стол. У нас было в холодильнике, шаром погоди, вообще ничего совершенно. Они ходят, и тут они выходят, и заходит Леночка с детьми. И я такой довольный и счастливый. Лена, добро пожаловать к столу. Она говорит, откуда это? Я говорю, Бог послал. И вот такие разные чудесные ситуации, как говорится, Бог повелел воронам кормить Илью, Бог повелевал неверующим носить нам продукты. И я не знаю, мы Иисуса несли, они нам несли продукты, при этом не воцерквлялись, но при этом продуктами делились. И вот очень было интересное время. Но характер, он воспитывается в трудных обстоятельствах, он выковывается Господом. Почему? У него есть мотив. Он хочет, чтобы если мы достигали вершины, мы удержались на вершине. Это может быть одна из причин, почему иногда Бог как-то вот не всегда сразу допускает нас на вершину. Почему? Он видит, насколько у нас выкован или не выкован характер. И он заинтересован в том, что мы там задержались. И поэтому иногда он не пускает нас на вершину. Сразу. Потому что он хочет, чтобы мы, пройдя свои испытания, которые мы проходим, сформировали характер. Поэтому я, когда читаю это место писания, для меня оно очень актуально. Бог научил нас, глядя на испытания. Сейчас даже есть какой-то спортивный инструмент, интерес такой. Я смотрю, когда очередное случается, я смотрю, думаю, как же интересно в этот раз Господь нас приведет. И я заметил, оказывается, можно научиться радоваться, когда тебя постигает сложность. Научиться радоваться тому, что у тебя вдруг что-то неожиданно заболело, или вдруг какой-то финансовый кризис пришел, или кто-то против тебя ищет какой-то такой подвох, чтобы тебя подставить. И ты понимаешь, что ты пред Господом, ты ни в чем не виноват. и это вовсе не значит, что Бог не рядом. Это всего лишь значит, что ты проходишь очередной экзамен, и Бог внимательно смотрит, будешь ли ты вопить или кричать, или будешь радоваться. И как написано, в настоящее время это кажется не радостью, а печалью. В настоящее время. Но после научным через него доставит мирный плод праведности. Поэтому я очень благодарен Господу. Мы проходили непростые времена, у нас был даже такой период в жизни, когда я думал, что я потеряю семью. То есть у меня был такой период, когда я думал, что я потеряю семью. Что интересно, я весь отдался в служение, весь отдался в служение, вот просто полностью. И я был, я думаю, в какой-то степени ослеплен тем, насколько я отдался в служение. Потому что я не замечал на тот момент, что моя супруга, она нуждается во мне и нуждается в моем внимании, что моя семья нуждается в моей и моем внимании. Я думал, ну я же Господу служу. Но есть, оказывается, тонкости здесь. Оказывается, молитва, она тоже может стать идолом. Когда я исследовал мотивы своего сердца, я увидел, что я молюсь, потому что мне нравится вот это состояние, которое приходит во время молитвы, когда ты наполняешься духом. Что интересно, Бог его не удерживает, Он дает. Но я шел и проводил часы молитвы, чтобы достичь состояния. Не ради того, чтобы, потому что я люблю Господа и хочу быть с Ним, а ради состояния. И потом, через какое-то время, я понял, что, слушай, когда жена нуждается, и дети нуждаются, надо уделить им время. И в какой-то момент, когда я чуть не потерял семью и детей, я понял своей ревности, о, мы так росли, церковь была настолько динамична, все развивалось, все было супер. Но я понял, что по своей ревности, своим рвениям я могу достичь пробуждения в городе. Но если моя семья будет не со мной, если мои дети окажутся не в Господе, мне не нужно это пробуждение. Что толку, если я смогу приобрести весь мир, но при этом моей душе поврежу? Служение может оказаться идолом. То есть, служение ради служения, не ради Господа. Когда мотивы меняются, я очень хочу пробуждение, очень хочу пробуждение, я очень хочу, чтобы все росло, развивалось. Но мотив другой. Я хочу успеха, но мне-то зачем успех? Мне хватает того, что есть. Вот прославить моего царя, и ради него, чтобы был во всем успех, это мотив. Ради него, не ради себя. И поэтому я посмотрел, и говорю, Господи, мне ничего не надо уже в жизни, мне слава Богу, все и так хорошо. Ради тебя я хочу, чтобы во всем быть успешным. Благослови, Господи. Но чтобы был вот этот баланс. И я помню, был момент, когда я нажал на все тормоза, потому что я понял, я хочу обратно приобрести своих детей, свою жену. И на какое-то время я даже сократил минимум все, что касалось служения, и сделал все, чтобы вернуть жену и детей. Слава Богу. Последнее, что я хочу сказать, едем как-то с одним архитектором, он столько церквей построил, известный архитектор. И он спрашивает, слушай, вот у нас, говорит, брат, как какая-нибудь сильная церковь, сильный пастор, служить, так обязательно у него дети в миру. У тебя как в этом плане? Я говорю, слушай, у меня все дети в Господе. Жена со мной. Я говорю, такой счастливый человек. Они все служат, они все любят Иисуса. Он говорит, как ты этого достиг? И вот я помню, я тоже подумаю, слушай, я бы не хотел, чтобы ты через такие обстоятельства, проходя, достиг такого результата. Я стал с ним немного делиться. Он говорит, слушай, это так дорогого стоит, чтобы дети были в Господе, чтобы жена была с тобой и любила тебя. Это так дорогого стоит. Говорит, ты сделал правильный выбор в свое время. Слава Богу, это был правильный выбор. Поэтому, о чем я хочу сказать? С терпением будем позволять Господу формировать наш характер. Пусть трудные обстоятельства, пусть испытания, но это удерживает на вершине, которую все еще надо достигнуть. Слава Господу! Давайте мы помолимся. И, дорогой Небесный Отец, я молю тебя за каждого человека, который слышит меня здесь или онлайн. Я благодарю тебя за каждого человека, который хочет достигать совершенства в тебе. чье сердце горит, чтобы видеть, как ты действуешь. Потому что я верю, мы приближаемся к этому времени, Господи. Как ты действуешь через знамения, через чудеса, такие же, как они были через Иисус. Ты хочешь, чтобы это было в церкви. Ты хочешь, чтобы это было. Боже, я молю тебя, Господь, дай нам этого достичь. Но не просто достичь этой вершины совершенства, Господи. Но остаться там во славу Твою, не ради себя, ради Тебя, Господи. Чтобы Твой народ был Тобою превознесен, Господи. Твое имя было прославлено. Поэтому, Господи, молю тебя за каждого, чтобы, что бы мы ни проходили, мы проходили это с терпением, с благодарностью и все-таки с радостью, Господи. Чтобы мы не теряли присутствие Духа и понимали, что у тебя есть мотив. Ты хочешь, чтобы мы достигли образа Господа Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, за каждое испытание, которое мы проходим во имя Иисуса Христа. И весь Божий народ расскажет. Аминь. Благодарю вас, дорогие. Спасибо. Аллилуйя. И, Леночка, зову тебя. Давай мы с тобой споем и подарим собранию песню. Мы ее написали не так давно. Дайте мне, пожалуйста, гитару. Присаживайтесь. Я хочу вас всех поприветствовать. Слава нашему Иисусу. Спасибо, Господи. Раз. Аллилуйя. Я всех вас приветствую и очень благодарна Господу за то, что есть такая чудесная возможность говорить к вам и петь эту песню, которая действительно была рождена в каких-то, может быть, испытаниях. Но она именно говорит о том, что с ним даже скорби, они как мед. Иисус с нами, Он в нас. И для меня эта ценность огромная. Я очень Богу благодарна за то, что мы прошли через те испытания, которые Он нам посылал. И вот буквально недавно, сражаясь с ковидом, когда хотелось просто лежать и предаваться духу депрессии, это особенность этой болезни, я просто лежала и говорила, так будет не всегда. И я знала, что Господь рядом, Он не оставит, не покинет. Он обязательно поддержит в любой трудный момент и хочется эту песню подарить и сказать, что Он рядом. Аминь. Не рассказать бы всем О том, как Ты велик, Но где найти слова, Что прописят Твое величие? Ты так могуществен, Что блекнет все пред Тобой. Но как молчать, когда Любовь льет через край? Пусть так могу, но я Все ж Твое имя Буду восхвалять И пусть услышат все Про эту любовь Ты удивительный Как Ты прекрасен всемогущий Мое сердце поет Ты превратил Мой плен И всю жизнь мою В Твой сад цветущий И даже скорбь с Тобой как мед Тот день запомнился Тот день запомнился Справедный Как свет несказанный Звездой утренний Мне засиял И пусть моя И пусть моя зари Тот день запомнился И всю жизнь мою Тот день запомнился Тот день запомнился Тот день запомнился И всю жизнь мою Тот день запомнился И всю жизнь мою И всю жизнь мою Тот день запомнился И даже скорбь с Тобой как мед Субтитры создавал DimaTorzok